А в Нур-Султане жители требуют остановить строительство многоэтажных домов на территории сквера. Люди жалуются, что на участке, который давно превратился в место для прогулок, развернули масштабную стройплощадку и вырубают деревья. При этом на их обращение местные власти якобы даже не реагируют. Правда, в районном Акимате привели свои контраргументы. Дана Келебаева расскажет подробнее. Жители жилого дома по улице Аблайхана говорят, что их лишают единственного сквера. Люди облюбовали зеленую зону много лет назад. Но недавно на участке начались строительные работы. И подрядчик якобы безжалстно вырубает деревья. В мае месяце мы обратились во все органы с письмом, с обращением, чтобы вот на этом месте не строили дом. Вообще на этом месте хотят вот на этом маленьком пятачке построить три дома. Собравшиеся категорически против строительства новых домов, поскольку уменьшается общественное пространство, да и совершать прогулки попросту будет негде. Идет настоящая борьба, поскольку нас лишают места для прогулок с детьми. Вон там далеко есть сквер, но там всегда народу много. Здесь было очень много растительности. Все это не щадя они срубили. Детям негде дышать свежим воздухом. Управление охраны окружающей среды факты незаконной вырубки деревьев подтвердили. Там сообщили, что строительная компания, получившая землю в свое владение, вырубила 11 деревьев без разрешения, за что подрядчику грозит только штраф. На этом месте они посадят 220 саженцев. В течение двух лет эта компания будет за ними ухаживать. Далее права перейдут на баланс города. Если в течение указанного периода зеленые насаждения не выживут, то подрядчик будет обязан вновь посадить саженцы. А вот в местной администрации объяснили, что данный участок находится в частном владении. А сквера здесь никогда не было. Сручки имеют право по закону проектировать что-либо, строить, так как у него госакт. Сквер называется, дедовский сквер, он не проходит по документам, это просто называется в простонародье сквер, так как деревья выросли с сихины сами там. А у собственника есть, там есть собственник, там земля. Чем теперь закончится эта история, догадаться несложно. Однако жители намерены обратиться в вышестоящие инстанции. На Накелебаева, Калымкас Насамбай, телеканал Алматы, Нур Султан.